привет друзья слушайте конечно методов много ну конечно много и мелькуе и мелькуе который нашел между сном и бодрствованием при засыпании при пробуждении вот это состояние так она же самое есть главное потому что все же с головы идиоты все методы оздоровления самолечение самоисцеление самовосстановления их тысячу-тысячу но все же главное в этом все главное в голове и поэтому методов психотерапии психосоматической медицины их тысячи самых разных ну а снова там одна заключается она в том что было согласие между ментальными и физическими процессами между духом и тел гармония чтобы было а это достигается именно в состоянии между сном и бодрствованием а приходят к этому состоянию разными путями методом бутейка например это дыхательная техника правильно медитация это ментальная техника ментальная физические всякие техники тоже приводят к этому состоянию но короче говоря и дело-то не в углекислом газе дело в кислороде потому что кислород это жизнь кислород это жизнь и когда клетки мозга клетки организма получает кислород достаточном количестве а получают они именно тогда когда человек из напряженного состояния и стресс где кислород прямо сжигается сжигается у него возникает дефицит клеток мозга кислороде и он когда снимает напряжение выходит в это состояние в этом состоянии у него включается внутренняя аптека эндорфины там всякие дофамины и ощущение радости ощущения безмятежности это лечит это лечит и вот я недавно смотрел кто любит ужастики смотреть фильмы ужастиков там подростки смотрят и взрослые зачем они смотрят оказывается когда они смотрят ужастики они значит испытывают двойное ощущение первое ощущение полной безопасности потому что они знают что они посмотрят фильм или картинку какую-то и все это кончится то есть у них никаких самых глубинных охранительных переживаний когда нет известности чем это кончится но не знаю что кончится но когда они смотрят ужастик у них напряжение растет все время адреналин вырабатывается кислород щекается а потом когда все закончилось раз этот контраст эти люди которые это определенный процент людей эти люди которые при этом испытывают как раз таки включение дофамина они испытывают удовлетворение а у которых нету нету этого механизма они как посмотрели эту гадость они потом в этом удрученном состоянии ходят и тоска такая и так далее так далее так вот в чем дело все дело в том что кислород сжигается и когда кислород появляется так по методу бутылька например он думал что дело в уголь кислом газе а на самом деле когда человек снимает напряжение потребность кислороде уменьшается этот кислород который у человека в данном случае есть становится достаточным даже избыточным и поэтому у нас есть вот например ключевое дыхание когда вообще не надо никаких напряжений делать просто сидишь и наблюдаешь вдох у тебя теплый или выдох у тебя теплый пока ты так минуту наблюдаешь вдох теплый или выдох теплый да 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 за счет вот этой ритмики за счет того что ты в этот момент наблюдаешь и ищет где тепло а когда твое внимание настроена на ожидание позитива то что ждешь теплая теплая это комфортная то ты хочешь не хочешь через минуту-полторы успокаиваешься и все дела это ключевое дыхание ну да но это же может то же самое получите между сном и божественного то же самое можно получить и за счет дыхания бутейка и за счет рыдающего дыхания и за счет очень многих техник очень многих тех но суть то в этом чтобы клетки мозга и клетки органов получили кислород повторяю кислород это жизнь поэтому методов много а суть одна чтобы было согласовано ментальные и физические процессы до встречи друзья